Не раз говорили о том, что книга дворим, она соединяет период, когда разрушение храмов с великими осенними праздниками Росшина и Кипр, что и вообще всех книг Торы, книга дворим, это, скажем так, это книга порицания, это книга, это мусор из любопытных книжек. Я хочу коснуться одной очень принципиальной вещи, и для меня источник этих вещей написан, это будет то, что мы читали вчера в главе В. Я раньше поговорил об этом более широко. В. 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 Имеется в виду, что люди были очень придирчивы, и везде, где можно было уступить, они не уступали, если по закону не были обязаны платить. Сказано, когда человек ведет себя неуступчиво, ведет себя по мере суда, то все вышли править миром. Если, по принципу, мера за меру, мидак, а не гид мидак, человек, который ведет себя по суду, то и с ним ведут себя по суду. А если Всевышний, секундочку, если Всевышний ведет с нами себя по суду, то я бы спрятался не под скамейку, даже не под пол, а куда-нибудь подальше. Просто некуда. Но судить Альпидин, для киндин, это целое решение? Нет, это касается судей. Но человек сам должен быть уступчивым. Когда человек неуступчивый, то судьи обязаны, безусловно, судить по закону Тор. Но есть для нас ложная обязанность не доходить до суда. И более того, даже суда должны предложить сторонам, чтобы сделать между ними компромисс. Мы сейчас находимся в период между Девятой Мавой и Рожешана, и Кипуром, Шанараба, это дни суда. Конечно, если вы можете вдуматься, то все наше служение Всевышним в Рожешана. Это уже стоит, чтобы Всевышний не судил нас по суду, а по мере милосердия. Это суть заповеди Шафара. Это суть наших молитв. Это все мольбы, которые молимся и до Рожешана, и после Рожешана. Это суть Йом-Кипура и Йом-Кипура. И тут я хочу коснуться нескольких вещей, которые у нас написаны в главе Ре. Чтобы мы видели очень простые и четкие вещи. Я начну с одной такой темы. Есть тут тема, сказано, это 14 глава, 21 стих, «Локтухлу кон невела, не ешьте падаль», падаль имеется в виду любое незарезанное животное, которое уничтожено было другим способом. Когда некое шерозарезанное, это все включает в себя понятие невела. Что делают с невелой? Сказано, «Легера шер бешереха», пришельцы, которые в твоих вратах, имеется в виду неправедный гер, а гер, который принял в себя запрет иглопоклонства, но он не принял в себя освободение запозитора. Называется, принято быть гер, который еще есть невела падаль. Он, не боясь, ему надо помогать, ему можно дать, если он принял в себя в еврейском суде семь заповедей в Нейноах, ему можно дать место в эр-сесрою, мы обязаны его поддержать, когда нужно. Даже если он не стал частью еврейского народа, не стал праведным гером. Но сказано, что делать, если так получилось, что у еврейского близняка не получилась шкета, животное было неправильно зарезано и умерло таким образом. Что делать с тем, что подошло? Говорит нам Тора, дай это этому геру, который еще есть невелот, и пусть поедет, и пусть есть. Дальше говорится, или продай это не еврею, продай это не еврею. Говорит Масахед Псахим, что надо, в первую очередь, приточнительно дать ее бесплатно геру, который принял на себя заповеди в Нейноах. А если нет, то да, пожалуйста, можно продать ее любому еврею. Есть у меня такой шкурный вопрос. Тут не вопрос, кому делаешь одолжение или нет. Но еврейские деньги теряются. Если продасты не еврею, то эти деньги – это пропитание еврейской семьи. Почему пропитание еврейской семьи менее важно, чем дать подарок пришельцу, который еще не принялся в Сутору вообще, только всем заповедям в Нейноах. Продолжение очень принципиально. Я слышал от сына раба Блойя, который недавно умер, он был рабином Ашкелона, ученика Абхайба Шмуревича. Я был знаком с ним. Он много русским помогал. И его сын привел к своему папе замечательную вещь. Тут написано, что когда для того, чтобы сделать добро другому, надо принести некоторые убытки, то надо это сделать. Часто люди ошибаются и думают, что хесед – это когда я ничего не потеряю. По принципу «зене и не» он будет с удовольствием, а я ничего не потеряю. Это не хесед, это называется немножко иначе. То есть кто-то так не делает, называется «медад с дом» – «мера садома». «Я ничего не теряю, я мешаю другому получить это удовольствие». В этом сказанном суд может заставить, заставить, имеется в виду некрасивыми словами, оплеткой. Уступить другому, потому что ты ничего не теряешь. Такое понятие в Талмуде «кофим альмират сдом» – «принуждаю человека не быть сдомником». То есть это минимум, когда суд обязывает его это сделать. Когда мы говорим о добрых делах, когда мы говорим о том, что называется хесед, то, что уже имеется в виду, что человек уступил что-то от себя с тем, что другой получил гораздо больше. Понятно, что для этого же Гера получить хорошего быка бесплатно – это пропитание, так сказать, хорошее. А евреи, которые будут продавать, получат за это копейки. Это большой принцип, который я хочу. Надо просто его знать. Человек должен не думать, что все заповеди хеседа, добродеяния, должно быть все бесплатно. Потому что я ничего не должен терять. Надо уметь терять, чтобы сделать другому добро. Надо уметь терять. Это стоит того. Я прибедусь в еще одно место в той же недельной главе РЭЭ. И место это очень тоже принципиально в еврейском судопроизводстве. Это 12 главе книги «Дברים», стих 28. «Сумоир и шумата» от всех этих вещей. «Сумоир и внимаев всех этих эшям». «Сумоир и сслабам». «Ашер лихим на цевеха». «Воим цевищем». «Воим цевищем». «Ты будешь делать тов в и-асшар» — тов в и-асшар. «В глазах всевышнего твоего Бога». Что такое тов в и-асшар? «Есть тут не просто казано «яшар», а «товь». Есть тут огромная основа, которую часто люди забывают. Я скажу ее очень просто, надо быть хорошим человеком. Жить хорошим человек, это любить делать добро другим. Это называется ТОВ, и Талмуд выводил из этого места Большое правило, что от нас требуется уступить, даже когда по суду мы правы, по суду мы правы. Это называется ТОВ. ТОВ – это шар. Более того, эта уступчивость, в этом есть прямота. А гроб приводит в Мишли, в одном месте, как, если правильно помню, рабе Барахана нанял носильщика, чтобы даже вынести ему бочки с вином, они бочку разбили. Он взял одежду их в залог, чтобы запросили ему убыток. Они просили ему, чтобы вернул им одежду. Он пошел спросить у раба. Он говорит ему, верни им залог. Он говорит, так полагается по суду. Он говорит, да. Он говорит, что мы голодные, мы не работали, нечего кушать. Что делать, мы хотим, хотя нас накормил. Опять пришел к рабу и говорит, заплатим зарплату. Заплатим зарплату. Говорит ему раб, заплатим зарплату. Потому что так полагается, полагается. Гнеда сказано в том же стихе в Мишле, не помню, что ему место, но там сказано так. «Ламань телег бадерахтовим в орхот садиким тишмор». Он вначале сказал ему, что ламань телег бадерахтовим, чтобы шел к бойцам добрых, и уступили убыток. Потом сказал ему в орхот садиким тишмор буквально блюди тропы праведников и заплатим зарплату. Это место объясняет Агро в Мишле. Он говорит, что есть уступить причиненный убыток, если он не сделал незлостно. А даже когда есть тут некоторая халатность. Это принято большинством людей, пишет Агро. Это не какое-то особое достоинство. Это называется поведение хорошего человека. «Ламань телег бадерахтовим, что шел по путям хороших». Кроме этого заплатить зарплату – это уже не касается большинства людей. Это требуется касается особенных праведников. Он называется орхот садиким тишмор. Объясняется, что орх – это буквально тропины, стезя праведников. Дерех – это большая дорога, где выходит много людей. Это для многих. Орах – это узкая дорога для отдельных праведников. Так вот, я сейчас не буду говорить об орхот садиким тишмор. Это сейчас не наша тема. Нам сейчас, по крайней мере, поработано тем, чтобы мы были просто хорошими людьми. И это то, что нас требует в этом месте, в этой фторе, «Тобе ешар бейне айшем», чтобы быть хорошими и прямыми. Что такое «Тоб»? Это в нашем поведении стараться сделать другому хорошо. Мы уже привели сегодня из этой же недельной главы, что даже если у меня будет некоторый убыток. То есть, я бы сказал так. Нельзя прожить жизнь только будучи нездомником. Это не путь еврея. Надо быть хорошим человеком. Надо уметь уступать, даже когда бьет по карману. Надо уметь уступать. И я просил Шарей Чува. Неспроста я просил Шарей Чува. В самом начале книги Шарей Чува, там приводится в самом начале. Там приводит Рабиньо следующую вещь. Он пишет о том добре. Всевышний делает нам добро. Он приготовил нам путь для возвращения, исправления. Спасти себя от его гнева, от собственных грехов. Он нас научил и наставил вернуться к нему. Почему? Потому что он добр и прям. Это те же слова, которые пишутся здесь, в дворе. И дальше. Тягу я дай я црам. Так как все знают наше данное начало. Поэтому добро и прямота – это не нас наказать сразу наши грехи, одна возможность из них вылезти. И это не просто Рабиньо Йойно. Он написал уникальную книгу Шарей Чува. В чем ее величие на книге в частности? В том, что все основы Чувы, он на все нашел основание, источник в Танахе и слова наших мудрецов. Он приводит здесь Истилем, 25 глава, 8 стих. Тов въяшар адуйной, алкен йойре хато им бадорах. Всевышний называется Тов – добрый, хороший, въяшар прямой. Алкен, поэтому, йоре хато им бадорах. Поэтому он направит грешников по пути Чувы. Источник этого – это Тов въяшар. Теперь давайте поймем одну очень простую вещь. Мы уже упомянули, что Всевышний правит миром по принципу мера за мером. Медак и негид меда. Когда человек ведет себя, он сам является Тов въяшар, то мера Всевышнего – Тов въяшар – добрый, прямой открывается. Это то, как Всевышний будет относиться к нему. Если же он ведет себя по суду, по суду, мы возвращаемся к Бабмитсия. Поэтому для нас, это то, что мы читали вчера, главе Р.Э. – это великое исправление с тем, что мы могли удостоиться на грядущем суде Р.Э.Э. Надо приучить себя делать другому добро, даже если по тебе это бьет. Даже когда тебе неудобно… Я объяснил вчера проблему. Есть известная вещь, что человек очень любит саму себя. Для него мельчайшее неудобство собственное, оно важнее, чем боль другого даже в сто раз больше. Вот тут нам надо учиться быть другим. Я помню хорошо, у него такой очень неприятный такой осадок, который уже 23 года не проходит у меня. Я вез свою смертельно больную маму из Америки в Израиль. 23 года тому назад. Там были опухшие ноги, раковые болезни. И нам было в самолете. Это длинный пород, 11 часов. Было тяжело сидеть, надо просто поднять, надо что-то поставить ноги. И там была скамейка перед нами, там сидели какие-то люди. А просил их поменяться местами просто. Видишь, мама больна. Мы сказали, а почему ты врешь? Почему ты врешь? Ничего не сказал. Я могу и заставить это сделать. Нет, они купили место. Но надо научиться так не жить. Я не раз это рассказывал. История, которая была на суде у одного из великой, величайших судей из нашего поколения, ранее всего Карелица. Вот там дискуссия между соседями. Самое тяжелое для нас место, опасное для нас место, это когда возникает дискуссия между соседями, как расширять квартиру, как не расширять. Часто люди из-за каких-то мелочей, которые им не нравятся, по суду они имеют право. Мы не хотим, чтобы нам это мешало. Вопрос, то что тебе мешает немного, а другому, если в этом уступишь, это даст возможность иметь еще одну комнату. И тебе немножко помешает. Эти вещи надо взвешивать. И быть том выше. Так вот, была такая история. В одном доме один сосед заболел. Это было бы... Он, короче говоря, превратился в инвалида, когда нужна была инвалидная коляска. И семья... Это не было просто месяца или двух, это была постоянная ситуация. И обратилась семья... Семья... Соседу... Посьба разрешить им построить нечто вроде такого пологого трапа, чтобы можно было легче поднимать коляску. Сосед не согласился. Он... Он... Почему? Это портит фасад дома. Портит фасад дома. В его отношении на суд. Харнись и муку режется. Он выслушал их. Сказал. Его утверждение, что портит фасад дома, оно имеет силу. И отправил их ни с чем. когда не вышел, он расплакался. Он не понимает, что он инвалид. Как судья, он не мог его заставить. Судья это не функция его обязать делать что-то хорошее. Я должен объяснять, что по закону полагается. По закону это портило ему фасад дома. И невозможно заставить. Это не с дом. Это не с дом. Но это также не Тов и не Эшар. Не Тов и не Эшар. И я, знаете, легко ругать других. Я помню хорошо себя. То есть наш сосед снизу начал строить такую крышу, которую он поднимал в Ремесукот. когда крыша поднималась, она слоняла в моей учебной комнате часть окон. Ну, Варимесукот я готов был терпеть. Но он мне не просил мне предложений. Просто построил себе такую систему. Поднял. И моя комната стала полутемной на 10 дней в году. Я немножко рассердился. Слава Богу, у меня есть правильная жена. Она меня остановила. Сказал, он ступи, не делай этого ничего. У меня была абсолютно права. Человеку есть... В чем это дело? Для меня есть некоторое неудобство 3-4 дня в году. То есть не пенит в Сукот, не в Сукот. Но у другого есть из-за этого комната, до этого просто открытый был балкон, сейчас сделал крышу, которую поднимает. Так у него из комнаты в чине всего года. Надо было ему мешать, мешать, требовать чтобы он поменял всю я зажгу огонь, зажгу свет. Знаете, мы привыкли видеть вещи, видеть самих себя, то, что нам важно, то, что нам нужно. И мы привыкли видеть, думать, как быть добрыми, хорошими другими. Надо понять эти два места, то, что мы сейчас считали вчера, как говорили, это большой очень урок. а большой урок удостоится вообще хорошей жизни. Когда человек живет с другими, то в яшар, его жизнь в этом мире, не в грядущем, она совершенно изменяется. Есть такие предкомпанеты сварливые соседи. Рассказывают одну историю про Барна Лейпштеймана. Пошел один еврей к нему с вопросом. У него есть вопрос, он хочет расширять квартиру. или может переехать в другую квартиру. Он не хочет переезжать, что хорошие соседи. Сказал Барна Лейп, ты начнешь строить, ты увидишь, какие у тебя будут соседи. То есть, ты с соседей не можешь не узнать. Надо учиться такими не быть. Это залог брахиев всевышнего в этом мире это залог удостоится на суде Рожжи на Генгипер. То, что говорится, что каждый человек это мера за меру, человек уступает другим, всевышний уступает в Толмуде в нескольких разрешенных проход в могиле Мавира Медойсова Мухлимна Корбша. Кто-то уступает в том, что он не обязан уступать, не обязан совершенно с ним сделать то, что неподобающе с ним себя ведут. Он уступает, просил, чтобы обращались в его грехе. Мы хотим удостоиться, чтобы нам всевышний раскрылся как Това Яша Рашем. его доброта ведет нас к исправлению. Давайте начнем исправляться самих себя и думать, как мы ведемся с другими людьми. Хорошего Эллула Ходыштов Змантов. Редактор Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...